Здравствуйте друзья, так как я вас называю друзьями вы меня, то вы назовете другом и моего брата Железова Юрия, который если моложе меня, то на несколько месяцев, и почему о нем пойдет речь, сейчас объясню Итак, вместе с братом мы создали уже на пару, две, три тысячи фильмов Вот этого не может быть никогда, всего-то их четыре тысячи, уже больше Вот, но приходили помощники, кто-то создавал 100 фильмов, кто-то 500 Вот, и наконец, все взял в руки мой брат, сейчас я вас с ним познакомлю, почему Вот, для начала, просто посмотрите на настоящего российского трудоголика Вот он, Юрий Владимирович Железов Значит, я уже по течении нескольких лет, я все больше и больше понимаю, что ему тоже, как и мне, уготована особая роль в современном садоводстве Извините за высокий слог Вот, на данный момент больше некому, кроме нас Вот, как-то он попытался войти, так сказать, в коллектив, который кучкуется на канале Не буду говорить, на чем канале, потому что канал-то хорош, и хозяин канала хорош Но он, наверное, не следит за теми, сколько страшных советов его добровольные помощники дают людям, несчастным Которые так надеются на помощь Вот погибают, опрыскайте, вот погибают, отрежьте, вот погибают, опрыскайте, вот погибают, отрежьте Все, причем, не видя, не понимая ни истории происхождения Ни откуда саженцы, ни с юга ли, ни закопали ли корневую шейку Вот, ни в каком регионе, ни при полярном ли Ничего не знают, дают идиотские советы И вот однажды мой брат, вот он на экране, решил помочь людям И сказал свою, в одном случае, сказал свою версию Вот эти вот ветки, которые было приказано отрезать Ни в коем случае отрезать нельзя Дальше страшная травля, оскорбительное выражение Он сосался еще на меня Значит, эти самые, ненависть перешла ко мне железу До сих пор понять не могу, за что Вот, а потом еще досталось сыну, который даже не знает о их существовании Просто невероятная злоба Как посметь кандидата науки или там, выпускница в темиратике Посметь сказать, что это неправильно Как? Да что это такое? Ну и добавьте сюда несколько подпевал Такого же уровня И вот он Получилось так, что Хотели мы с братом все-таки сделать Чтобы как-то мерам закончить И я железу предложил этим дамам Басизам Теверязики Выслать каждое по несколько сот косточек Ну, примерно вот таких Сейчас я вам покажу Сейчас я вам покажу Чтобы вы понятие Ага, вот примерно вот таких плодов Вот, вот так, скромно, но с вкусом Вот, естественно, что в ответ было получено Что вырастут дички и жердали И моя деятельность по их распространению Была названа мошенничеством Мира не получилось Я все время думаю А настоящий-то ученый О чем он должен думать? Ну, например, а вдруг? А вдруг не вот с этого вырастет нидичок? А вдруг нидичок? А вдруг? А может это вот самый шанс? Нет, это было с презрением отвергнуто Люди точно знали, почему им об этом сообщили их преподаватели Преподавателям их преподаватели Никто не собирался выращивать Поймите, друзья, почему я зацепился за эту тему Будучи на конференции, куда меня позвали с докладом Ну, это был такой хитрый поступок Царство Небесное, тогдашнего главного редактора Председательного хозяйства, с которой я дружил Юдина, Тамара Это она туда меня, будучи членом комиссии По организации этой же международной конференции Она мне задавит тяжком И даже добилась разрешения, чтобы мой доклад Не проверяли заранее Иначе смысла не было ехать Вот так вот было А приказ-то был Везите все, что вырастили Черешню привезли, вишни привезли А абрикосы только мы, два сибиряка Я и Байкала То есть на тот момент Хотя наши абрикосы еще только созревали Еще зеленоватые мы отрывали Ну, чтобы показать на выставке Вот, с Байкалом А в Европе был уже самый разгар Ну, как это, конец июля Самый разгар по отношению абрикосов Нет было у них ни хрена И вот когда я предложил Ребята Это самое Девчата Давайте, ребята Я вам по несколько сотен На этих костик вышлю Нет А тех преподавателей Тоже преподаватели И ссылка была На 1930-е годы Вот тогда-то было сказано Что нет вегетативной гибридации А ведь это перед вами Вегетативный гибрид Вегетативный гибрид Сколько повторять Уже десятки публикаций Уже десятки этих самых Какие десятки? Фильмов уже сотни, тысячи Вегетативный гибрид Ну, помнитесь Вы, по крайней мере, не мешаете Девчата Ну, не знаете его Не пробовали, не вырастили Ну, тогда просто молчите Вот все, что вас надо Но ведь не было же Прошло время Была перепалка Была попытка дискуссии А вот, Валерий Константинович Вы на этот вопрос ответили На это все ответили В ответ Гробовая тишина И сейчас меня долбят Я еще покажу Нераздо вебинаре Письмо Это Письмо грубое Такое злючие Да вы меня обманули Я перешарила Весь интернет Вырастут дички Девчата И вы тоже Я не говорю, что она Именно вас нашла Таких публикаций сотни И вот я тогда Все сказал себе Вот Если уже Но затронули же мы Эту тему Пусть нас Чуть не сказал Об 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 Обсудили Обсудили Так обсудили Пускай Но Зато Удалось эту тему Вытащить наверх Вот И давайте теперь так А давайте с моим братом Знакомиться Чуть-чуть поближе Почему Еще раз говорю Он так же как я Войдет в эту историю Смотрим Теперь я вам показываю Его Как молодого Чуть ли не сказал Начинающий садоводы Да у него был сад В этом саду Кое-что добавилось От меня Так Время от времени Приходят от него Фотографии Ну сейчас покажу вам Несколько Вот почему Потому что Всегда так бывает Что Ну не может Человек остановиться А любая фотография Это Я вам скажу Что это Информация Да Вот посмотрите 14 июня То есть сегодня 14 июня У него уже Кое-что Кустое созрело А у меня И близко Даже этого нет У меня Сибирь Но Объясните мне Пожалуйста Почему Абрикосы В Костровской области Сидоровская Деревня Или село Сидоровская Это Касанская область Почему там Абрикосы Считают штуками А не тысячами И не сотнями тысяч А Ведь там же теплее Вот Ну давайте Посмотрим Все-таки А Еще знаете Почему Успокойство Не могу сказать Дело в том Что Получилось так Что Я сам этого не знал Именно конкретно Да Электрик Да Механик Да Мастер на все руки Вот Ну Как садовод Так Просто Отдачник Видел я у него фотографии Присылал И Огромные Колновидки Правда Ни одного Яблочка нет Кто-то ему Подсунул Какой-то Этот самый Какой-то Питомник Это у нас нормально Да Это нормально Вот Видел Еще кое-что Уже что Что у него росло Вот Добавил Скоро что Мое А потом Ладно Покажу А потом Добавлю еще Что хотел сказать Сидоровская Что здесь написано Созревает Несколько ягодок Черешни Брятская розовая Вы скажете Подумаешь А я вам скажу Сенсация Сенсация Господа Дерево 5-6 лет Завязалось ягод Мало Наверное Из-за погоды Я считаю Что это Если уж у меня Плодоносят Черешни В том числе И брянская розовая То извините Речь идет Видимо Об опылении Саженец Был куплен У фермера Как будто Из Вологды Так Из Вологодского Питомника Выдерживает Погоду Он на плодов Завязывает Мало Рядом Растет Черешняя Ревна И с того же Питомника И плодов Мало Полюбовались Еще раз говорю А это на грани Фантастики На данный момент Вот Сидоровская Ну это Посмотрели Прививка Железа Железа ВК Так Прошу прощения Я Никогда Не отключаю Телефон Сильно Много Проблем Здравствуйте Телефон сейчас простите другая тема пожалуйста бывают совпадают темы и так завязались два плодика через и бодра сенсация кстати заметьте значит дата тоже она еще зелененький это ну что делать сибиряки через и бодра когда-то это было так стройка людям относились еще по-человечески в советское время строителям газ привозили свежие фрукты со всего снг и даже болгарии вот тогда-то и боднар взял магазинные косточки черешни и вырастил а потом еще вырастил а потом еще потом закрепил вот сейчас его уровень это уровень гения но к сожалению уже он работает теперь в райском саду на земле его больше нет а здесь видите вот пожалуйста дихами до начала брат дальше смотрим завязались плодики на прививке черенка китайской сливы привит черенок от сеянца черенок от сеянца из косточки брата железного вот так вот написано поздравляю посмотрим что будет вот завязались несколько плодиков на сеянца китайской сливы из косточки железного 74 года и так на четвертый год завязались как видите недолго ждать а главное я хочу доказать всему миру что косточки выращивали из косточки выращенные плоды китайских слив не дичают и наконец наверно последнее пошел в рассаживание шелковицы посажен ноябре 22 года подарок от алексей к алексея алексей к алексея один из чудотворцев так его и называют освоил зимнее укоренение вот один из саженцев из уважения как ко мне и моему брату подарил моему брату вот он видите и назвал его еще этот сортообразец назвал шелковица железа за что ему благодарен алексей к это отдельный разговор вот тоже претендует на звание чудотворца без кавычек ну вот видите вот это вот обход закончили мы это все я теперь хочу сказать так оно бывает вы понимаете мой брат закончился сельхоз вуз казалось бы причем этот электрик механика там сами знаете сельхоз вузах есть и эти самые и направление то и механизация и как же что такое сады без механизации так же нет вот то есть он техники изучал технику ну найдите мне вуз который не дает очень широкие знания как вы думаете вот мой брат юрий владимир железов не изучал там ничего по программе сельхоз сельхоз программа не было там все тех же самых то что вот те же тимирязевцы которые убили в голову что деревья неправильно и их нужно срочно исправлять вот и раны эти на концу не дают никаких то есть если дерево минус 40 удерживал а на концу сделать будет минус 40 расширь это мы так считаем и брат считает но они не знали что он закончил сельхозлуж они его гнобили там на этом со злобой только потому что считали что это какой-то пенсионеришка там который ничего не знает ничего не умеет который вдруг по недоразумению взял и заступился за дерево там не стыдно еще раз показывать на этом дереве было четыре боковой ветки причем одна из четырех боковой ветки равнялась по это по диаметру основной ветки то есть уже отрезав ее половину крона уничтожается а потом еще три поменьше еще уничтожается четверть крона в общем получилось так что женщине посоветовали уничтожить дерево собственными руками только потому что не положено иметь ветки ниже 50-90 сантиметров не положено и вот так получилось а я хочу сказать что брат для чего это все затеял этот разговор что брат не остановился вот брат продолжает потихонечку внедрять в Костромскую область то что вы видели и не только это это только часть нашей этой самой вот и я боюсь что к сожалению найду ли я тут его нормально заранее не приготовил его нормальный портрет вот еще брат пожалуйста вот это настоящий мужик вот у него в руках все горит вот хорошем смысле слова а все нашел привет брат свежая фотография 31 мая в общем я сейчас скажу от имени уже нет своего когда-то когда-то придет время и северное садоводство как отдельное направление в отличие от южного которое принято плотно полярного круга идет уничтожение выращивания потом уничтожение этих же деревьев собственными руками садоводов вот что когда-то когда мы это с тобой исправим вот а ты мне помогаешь так что сидишь утра до вечера за компьютером и мне уже уже стыдно бывает что когда ты успеваешь это самое еще где-то выйти в поле вот вот я просто хочу сказать что я говорю сейчас нет своего имени от имени тех кто когда-то вырастет сады мы с тобой не молоды не так много нам осталось вот этой жизни но видите что такое настоящий мужик что такое на сессу оскорблять таких людей да конечно потом эти дамы из этого выпуски пожалели об этом потому что как глупо все это выглядело вот как глупо я потом может отдельный фильм сниму может на вебинару покажу один из ответов да знаете как да что вы лезете там со своим что нельзя деревья режет вот у нас полно это их слова у нас это там ну где они живут там наш то что они видят своими глазами наших этих массивах на этих садах вот есть куча таких садов где никто секатором не подходит а деревья все покрыты грибами все покрыты тлей все подыхают я так подумал а благодаря кому подыхают ведь вы же не знаете что люди покупали или знаете только вам плевать на это что люди покупали саженцы вдоль дорог самых южных регионов вы поверите из италии из сербии из голландии из польши сейчас даже белорусы украинцы это все покупают дожили руки опустили сами нихрена как будто водитель разучили все выращивать даже украинцы и белорусы вот что творится и покупает эти огромные деревья высотой 2-3 метра с жалкими корнями а еще не дай бог эти карликовые корни специально искусственная дебильная или каких-то ублюдочная вот и когда они всадят что их то хоть режь хоть не режь это вы говорите мы сейчас обрезкой мы сделаем им чашу увидев чашу это как она солнце попадет внутрь и она оздоровится они умирают они все что показывают ваши эти коллеги из этого самого из телеканала уже боюсь говорить какие вот обязательно они работают это деревья которые уже на грани уничтожения они искалечены уже заранее они покрыты грибами махами лишайниками вот ну что брат будем бороться с этой самой а то оказывается это же надо же такое дерево умирает давай его резать вы как это я понимаю меня самого мне четыре операции позади у меня уже резала три из них под общим наркозом я все это знаю мне даже кое-что лишнее вырезали например желчный пузырь но мне жизнь спасали а вы как спасаете жизнь дерево мало того что нихрена не это самое не понимаете в этой в этих самых в жизни дерево что у груши своя крона ветки почти вертикально это заложено миллионами лет десятка миллионов лет можно сотни миллионов лет форма груши было вот показываю вот 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 и крона вот и не вздумайте ее распирать как некоторые этими самыми коля привязывает раз буквально раздирают на части или в середине вырезать дыру вы назвал это чаще не вздумайте хватит уже дурю маяться больные деревья по крайней мере оставьте в покое а если уже хотите помочь что подскажите людям ну встань на колени разгребитого этой же груши основание штамба может быть окажется что-то она гниет еще успеем спасти хотя бы частично что там освободить чтобы воздух попала в основании штамба которая попала под землю по вашей же дурости потому что вы нихрена сами не умеете выращивать и других учите как как сгнает дерево ямки для полива да поглубже костюку закопать там хорошо уютно вылезет куда денется вот я все высказал это теперь наше общее мнение с братом вот я просто хотел сказать что вот и показать что шевелиться надо вот это вот не смейтесь это сенсация вот это вот вот это вот первое при первые припей примеры первых этих самых черешин где тут там они расти должны миллионы деревьев этих черешин но ведь угробили все на свете такую агротехнику придумали что ну как можно дерево калечить и называть это продлением жизни у себя увеличением значит это самое здоровье дерево вот когда от этого а сейчас кстати идет это то же самое ведь добрались до персиков стоит персиков появится на территории россии срочно режь срочно иначе погибнет заметьте не оставь покоя а срочно режь еще брат извини наболела я уже за нас обоих высказался вот это надо же вот ты такого додуматься чтобы отказаться от этого это мои клоны они единственные в мире это как кто-то когда-то это будет признать как джакон до ленардо да винчи за которые дают миллиарды долларов хотя это холст и этот метр на полтора и два килограмма краски вот я настоящее искусство вот я настоящая жизнь такие-то салат дичок вырастет хорошо и сегодня уже не назвал них и нигде вы живете вот не как вас зовут уже думали отстал от вас но возне извинились за свое оскорбление это было страшно когда человеку заслуженного моего брата заслуженного человека работягу вот так вот и еще вспомнить вспомню не раз буду раз в год вспоминать вот в единственное спасибо за то что вы дали возможность лишний раз показать эти чудеса и вот все пока вот так вот вот